14 января в нашей стране отметили 32-ю годовщину со дня образования вооруженных сил Республики Узбекистан и День защитников Родины. В праздничной дате были посвящены торжественные мероприятия, прошедшие во всех городах и районах. 15 января в одном из банкетных залов нашего города чествовали военнослужащих воинской части Министерства обороны Республики Узбекистан, дислоцированной в Алмалыке. Отметим, что одна из важнейших задач, стоящей перед представителями этой части – охрана и обеспечение безопасности и стабильной работы категорированных объектов Алмалыкского горно-металлургического комбината. Председатель правления АО Алмалыкской ГМК, сенатор Олей Мажлицы Республики Узбекистан Абдулла Хурсанов от имени трудового коллектива предприятия поблагодарил военнослужащих за добросовестный труд во благо развития комбината и экономического процветания страны, а также поздравил и пожелал виновникам торжества крепкого здоровья, благополучия их семьям и мирного неба над головой. Полковник Худайр Каландаров, поздравляя военнослужащих, отметил высокие заслуги тех, кто внес неоценимый вклад в повышение оборонной мощи государства, обеспечение национальной безопасности и неприкосновенности государственной границы, проявленные мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении служебного долга по защите национальных интересов, обеспечению мира, стабильности и общественного порядка, воспитания подрастающего поколения в духе идей национальной независимости. Праздничную программу дополнило выступление военнослужащих и творческих коллективов городского отдела культуры и Дворца культуры «Металлург». День защитников Родины День защитников Родины – это праздник тех, кто знает, что такое воинская служба и предан ей до конца. Мы все в долгу перед Родиной, но у каждого своя ответственность перед ней. Военные люди ощущают эту ответственность особенно остро. Для них все эти понятия составляют не только смысл службы, но во многом определяют их.